второй молодец из ларца создание и настройки теста часть 1 второй молодец из ларца который обязательно будет на вас работать также должен получить точные указания на то что ему надо делать открыв свой курс и включив режим редактирования вы в любой теме можете добавить элемент под названием тест как видите для создания теста надо выполнить весьма примитивные но логичные действия 1 включить режим редактирования 2 в нужной теме нажать на ссылку добавить элемент или ресурс 3 выбрать элемент тест четвертое нажать кнопку добавить по моему очень логичная последовательность очень важно уметь эти действия выполнять на уровне автоматизма поэтому не закрывая эту вкладку откройте в новый свой курс и проделайте этот прием не менее 10 раз не забудьте вернуться сюда снова мы будем без вас грустить примерно так или так вы сделали это упражнение снова здесь отлично рассмотрим эти действия подробнее после нажатия на кнопку добавить вы увидите настройки элемента тест на самом деле это и есть все настройки или готовый конспект для исполнения вашего педагогического замысла важно лишь научиться их читать и все у вас получится советую на первых порах нажимать ссылку развернуть все чтобы видеть все настройки в развернутом окне в дальнейшем и безошибочно научитесь находить и открывать только то что требуется каждый элемент настройки имеет свою подсказку которую вы могли бы прочитать сами я хотел бы обратить внимание на другое насколько интуитивно легко эти настройки понимаете применять название обязательное поле тот текст что увидит обучаемый на странице курса возле ярлыка с галочкой обозначающий тест например тест 1 и так как это сделано у меня в моем курсе вы видите название тестов голубым цветом ниже в настройках видите поле вступления не обязательно поскольку без красной звездочки но иногда она очень важная некоторые авторы суда размещают учебный контент например видео и тут же предлагают пройти тест например вы сейчас читаете этот текст как раз в поле вступления и учебный контент и проверку его исполнения вы видите в тесте я размещаю в одной и той же ссылке именно поэтому после прочтения этого контента вы в самом низу увидите кнопку начать тест следующее удобство такого использования вступления в том что после прохождения теста и спой обучаемые увидеть свои результаты прямо внизу этого текста отображать описание вступления на странице курса ставьте галочку если хотите показывать поясняющий текст к тесту на странице курса несколько на первый взгляд загадочно звучит раздел настроек синхронизация на самом деле она очень понимается просто как начало тестирования окончание тестирования и ограничение времени на одну попытку несколько туманнее звучит при истечении времени вам надо усвоить эти три варианта открытые попытки отправляются автоматически здесь смущает слово отправляется надо понимать так если время закончится то мудл тест закроет сам вопросы без ответа будут оценены по минимуму то есть в ноль баллов в льготный период разрешить отправку не изменяя никаких ответов обучаемый в течение такого льготного периода может запомнить свои ответы но изменить уже нет попытки должны быть отправлены до истечения времени иначе они не учитываются представляете как все продумано заботой об обучаемым или надо успеть на все ответить или отправить или попытка не будет засчитана например если он отвлекся и ничего в тесте не делает льготный период отправки так как раз то время после окончания времени тестирования когда ответ уже изменить нельзя а смотреть на них можно разве это не прекрасная задумка мой любимый раздел оценка самый простой в понимании и более важный чем предыдущие категория оценки касается журнала оценок обычно этот элемент не используют но если у вас сложные например баня рейтинговая система контроля успеваемости обучаемых которые нужно оценки собирать по категориям то тогда выбирайте эту категорию куда эта оценка будет записана как создавать категории в журнале сейчас я не рассказываю настройка проходной балл имеет одну особенность ее нужно выставлять только после того как тексту будут прикреплены вопросы из банка вопросов то есть начале надо создать тест с этим пустым полем потом прикрепить вопросы из банка вопросов и задать шкалу об этом чуть позже и только потом вернуться сюда и выставить значение проходного балла в настройках в противном случае муду может не позволить сохранить тест например если вы задаете проходной балл 60 процентов у вас всего их 10 количество попыток дает повод задумываться что мы хотим если это тест-тренажер то можно и не задавать количество попыток если это квалификационный экзамен то можно дать только одну если промежуточная аттестация то можно и три метод оценивания определяет какая оценка будет записана в журнал мне нравится последняя попытка некоторые предпочитают среднюю или высшую бодал дает структуру вашего замысла а принимать решение будете вы блок настроек расположения касается навигации внутри теста многие новички его игнорируют если вопросы без картинок и их немного до 10 то лучше включить все вопросы на одной странице так меньше придется кликать вашим обучаемым метод навигации дает возможность отвечать на вопрос строго последовательно или в свободном порядке обычно я применяю свободный группа свойства вопроса одна из самых простых для понимания случайный порядок ответов по умолчанию да вариант нет не должен вас смущать например вы можете создавать экспертные системы в виде теста где идет фиксированный перечень вопросов без перемешивания режим поведения вопросов просто потрясает своими возможностями вот тут есть чем реально поживиться в экономии своего интеллектуального труда но мы сейчас ограничимся только двумя которые нужно твердо знать отложенный отзыв самый популярный вариант выполнения тест обучаемый ввел варианты ответов завершил тест и получил оценку интерактивный с несколькими попытками отвечая на каждый вопрос сразу получают отзыв если они с первого раза ответили неверно то сразу получают право на повторную попытку с возможностью получения меньшей оценки щадящий вариант хорош при прохождении очередного модуля остальные варианты мы оставим вам для мыса самостоятельного освоения при помощи инструкций задайте смело вопросы если не поймете мне пожалуйста в чат или по skype каждая попытка основывается на предыдущий если да то в каждой новой попытке будут содержаться результаты предыдущих попыток это позволит выполнить тест за несколько попыток но обычно выбирают нет что лучше не спрашивайте это в моду а найдите свой педагогический замысел и примите решение самый загадочный блок для новичков блок настройки просмотра тут три столбика настроек я не стану выдумывать и зачитаю то что написано в подсказке эти параметры определяют какую формацию студенты могут видеть когда они просматривают попытки теста или видят отчеты теста при попытке параметр важен только для некоторых режима вопросов которые могут отображать отзывы во время попытки например интерактивный с несколькими попытками сразу после попытки параметр применяется в течение первых двух минут после нажатия кнопки отправить все и завершить тест позже но пока тест открыт через две минуты после попытки и до даты закрытия теста после даты закрытия теста если тесты не имеют даты закрытия то просмотр невозможно мне кажется тут все предельно понятно если нет перечитайте прослушайте столько раз пока не поймете мои рекомендации если это у вас тренажер то можно ничего не менять и все оставить так как есть пусть смотрят правильные ответы после теста или снимите галочки правильный ли ответ правильный ответ чтобы вынудить обучаемых лучше подготовиться к тесту группа настроек внешний вид радует тем что ее можно пропустить и ничего не нарушится зато если включить показать фотографию пользователя то проходя мимо компьютера в аудитории вы будете видеть кто проходит тестирование и по чьим логином десятичных знаков в оценках можно посоветовать поставить один чтобы было меньше цифр на экране или вообще поставить 0 тогда будет округление в большую сторону корректно десятичных знаков в оценках вопросов то же самое но касается оценок за вопросы они за тест отображать блоки во время прохождения тестирования эта настройка касается концентрации внимания позволяют убирать с экрана все лишнее по умолчанию нет дополнительные ограничения на попытки это еще одна умная группа настроек но они не обязательны поэтому их обычно не трогают но для общего понимания давайте проясним необходим пароль давайте доступ только тем кто знает пароль например если есть направление на переиздачу необходим сетевой адрес если вы хотите чтобы тестирование могло проходить только в определенной аудитории с определенным диапазоном адресов здорово придумано догадались ли зачем принудительная задержка между первой и второй попытки весьма хитроумное решение заставить лучше подготовиться к тесту они просто искать решение методом тыка принудительная задержка между последующими попытками еще более изощренная опция для управления качеством обучения безопасность браузера барьер для хитрых студенты не смогут использовать такие возможности как копирование и вставка тест откроется на весь экран в окне которая будет расположена поверх других окон и не будет содержать элементы навигации похоже пора сделать перерывчик небольшой сохраните ваш тест и нажмите сохранить и вернуться к курсу давайте сделаем паузу которую закрепим добрым тестом на твердое понимание того что нужно вам надо беречь того кто обучает и тогда его лицо станет безмятежным возможно вот таким образом и и и и и